Расходы и доходы городского бюджета в этом году увеличатся на более чем 180 миллионов рублей. Расходная часть бюджета распределена по пяти муниципальным программам. По программе физической культуры, массовый спорт и молодежная политика увеличение предлагается на 7 149,6 тысяч рублей. На 6 152,5 тысяч рублей предлагается направить на выплату заработных плат с начислениями указанным категориям работников. Это педагоги дополнительного образования детей. Предлагается направить 870 тысяч рублей на дополнительное финансирование проектных работ по капитальному ремонту здания клуба «Горизонт» на базе молодежного центра. 127 тысяч рублей направят на ремонт асфальтового покрытия территории школы «Атом». По программе культуры предусматривается увеличение бюджета на 42 миллиона рублей. Деньги пойдут на выплату зарплат работникам учреждений культуры и на мероприятия по развитию самодеятельного художественного творчества. Муниципальная программа «Городское хозяйство и транспортные системы» увеличена на 6,5 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий. 5 миллионов 800 тысяч рублей будут направлены на ремонт муниципально-бюджетного учреждения «Бани Сарова». 3,5 миллионов рублей пойдут на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. Муниципальная программа образования увеличена на 124 миллиона рублей. Из них почти 5 миллионов пойдут на выплаты педагогам и заклассные руководства. Увеличивается бюджетное сигналание в сумме 3 миллиона 333,5 тысяч рублей на организацию питания детей в детских дошкольных образовательных учреждениях в связи с предоставлением дополнительных мер поддержки семьям участников СВО в части освобождения от уплаты родительской платы за присмотр и уход детьми в детских садах. Чуть более 5 миллионов рублей пойдут на обеспечение антитеррористических мероприятий, на охрану сотрудниками ЧОПов, учреждений и департамента образования. На 12 миллионов рублей уменьшено финансирование школы на улице Зорге в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию. 2 миллиона рублей выделено на мероприятия по подготовке населения в области гражданской обороны, изготовление и размещение информационных счетов о местах массового пребывания людей. Увеличено бюджетное сигнование в сумме 708 тысяч рублей на увеличение фонда оплаты труда с начислениями сотрудниками муниципального казенного учреждения Управления по делам гражданской обороны в связи с изменением положения об оплате труда. И уменьшено бюджетное сигнование в сумме 2 миллиона 717 тысяч рублей на закупку запасов материально-технических, продовольственных, медицинских в связи с экономией по результатам конкурсных процедур. В итоге корректировок размер дефицита бюджета не изменился – 315,5 миллионов рублей. Муниципальный долг также не изменился. В ходе заседания парламентарии сделали замечание. В последнее время многие руководители департаментов администрации стали все чаще упоминать в ответах на обращения жителей города, что утверждением бюджета занимаются депутаты. Эта информация некорректна. Составлением бюджета занимается администрация, а подачей бюджетных заявок – департаменты. Такая путаница может привести к ненужной напряженности между горожанами и депутатами, подорвать авторитет парламентариев. В конце заседания комитет заслушал отчет об устранении нарушений по благоустройству детского парка на улице Сосино. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, Служба новостей, СРОВ-24.